Добрый день, приветствую всех на канале КРТ, это Киевская Русь в эфире. Сегодня у нас интересная актуальная тема, скажем так, на злобу дня. Мы поговорим о законности или незаконности этого карантина, локдауна, если хотите. И будем говорить с интересными гостями. У нас в гостях Андрей Карпович и Лариса Криворучко. Андрей Карпович представляет ГО, гражданскую организацию Багнет-нации. Эта организация нашумела, она выявила много нарушений в разных сферах. Сегодня мы будем говорить про карантин. И Лариса Криворучко это адвокат, который всему этому придаст, скажем так, юридическую окраску, можно так сказать. Друзья, вы считаете, что карантин у нас незаконный. Объясните, почему? Дело в том, что для того, чтобы вести карантин в Украину и в принципе в любой стране, одного желания недостаточно. Это целая вереница определенных действий. Для того, чтобы в принципе карантин можно было вести на территорию Украины, должны быть, так сказать, передуманы. Просто так, по желанию вводить карантин нельзя. Мы не говорим о том, что нету в мире ковида. Мы не говорим о том, что нету ковида в Украине. Это действительно есть. Это одно из обычных инфекционных заболеваний с определенной модификацией. Все это прекрасно понимают. Но если заболел один или два человека, для этого нет необходимости вводить меры карантина по всей стране. Изначально карантин в Украине был принят 11 марта 2020 года. Постановой Кабинета Министров Украины номер 211. Но давайте же разберемся. Правовое основание для введения карантина в Украине. Для того, чтобы понимать, нужно было вводить карантин или не нужно было вводить карантин, нужно понимать количество заболевших от конкретного данного заболевания на территории нашей страны. На тот момент? Конечно, безусловно. А есть у вас такие данные? Ну, конечно, да. Мы сделали соответственные запросы. И получили, что по состоянию на дату объявления карантина, а именно по состоянию на 10 марта 2020 года, у нас в стране вводил только один человек. Но я вам могу сказать с уверенностью. Одного человека мало для того, чтобы вводить карантинные меры в нашей стране и определенные ограничения. А если вдруг, например, наши державные мужи пошли на упреждение, вот у них такой прозорливый ум, они поняли, что это как бы глобальная такая история, надо быстрее восстановить. Вы знаете, влагими намерениями выставлена дорога в ад. У нас мужи должны действовать в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с действующим законодательством Украины. Проект нам гласит часть 2 ст. 19 Конституции Украины. Диэпер в межах способ напредставить закон Украины только в соответствии с процессуальным порядком, который выписан и принят Верховной Радой Украины, единственным законодательным органом в нашей стране. Так вот, есть ли данный порядок введения карантина в нашей стране? Есть. Есть ли требования для него? Конечно же есть. И, соответственно, есть ли определенные субъекты, которые имеют право на подальня для того, чтобы инициировать вопрос принятия карантина Кабинетом Министром Украины? Конечно же есть. Было ли соблюдено это в нашей стране? Нет. Сам первичный карантин, именно определенный по основной Кабинетом Министром Украины 11 марта 2020 года является незаконным. Почему? Для того, чтобы объявить карантин в Украине, необходимо, чтобы главный государственный санитарный врач Украины направил подальня на Минздрав, для того, чтобы действительно такая ситуация произошла в нашей стране, в стране критический уровень, большого количества заболевших, опять же, сослаться на данные статистики, а не на его желание, как он хочет. Ну и, соответственно, МОС Украины, Министерство здравоохранения Украины, готовит документ на Кабинет Министр. Кабинет Министр только после этого рассматривает, есть необходимость введения карантина в Украине или нет. И действительно, такое подальня, возвращаясь к подальню, то есть это первичный фундамент, на основе чего держится... Мотивационная часть, можно и мотивировать, почему? Да, я вам могу сказать, что мотивационная часть очень важна, потому что если у вас не будет технического паспорта, допустим, на машину, и не будет водительских прав, вы не можете водить машину, ну и, соответственно, у вас не будет права собственности на данный автомобиль. Мы это прекрасно понимаем. Для того, чтобы вынесено постановление, все передумовые, то есть подушка, фундамент, должны быть тоже исключительно по процедуре. Если процедурные моменты нарушены, соответственно, решение принято не в способ, не в процессуальный порядок, который предусмотрен законами Украины. Так вот, данное подальня действительно было подготовлено. Оно было подготовлено Лешко, но что мы видим? Лешко в тот момент, когда он готовил подальня, не был главным санитарным ликарем Украины. А подписал как главный санитарный? Это замминистра здравоохранения. Но у нас есть требование в законе, что именно он должен быть как правомощный субъект. И, соответственно, объематый конкретную должность. В тот момент, когда он готовил подальня, он не был правомощным субъектом на подписание данного подальня. И, соответственно, был ли он чуть позже или? Да. Но на один день позже. Но в момент конкретно подписания документа, он его подписывать не имел права, он не был на должности. Вот я себе представляю, если их спросить об этом, он скажет, ну вот, вы посмотрите, сейчас они показывают такую статистику ужасную, там уже сотни тысяч. А вот они скажут, мы же это предвидели, вот поэтому мы так действовали. Это как-то освобождает от ответственности? Нет. Нет, безусловно, конечно же, нет. Есть порядок, который определен Терковной Радой Украины. Никто не может нарушать этот порядок. Он определен для вас, для меня, для Андрея, для всех граждан Украины. И, соответственно, для служебных лиц, должностных лиц. Я более могу сказать, что есть 19-я статья Конституции Украины из нескольких частей. И государственные служащие, опять-таки обращаем внимание, они имеют право действовать только так, как прописано в законе. Это часть вторая. То есть закон их обременяет, закон их ограждает. Они не могут сказать, что мы имеем право действовать, все, что не запрещено. Это часть первая. Граждане имеют право действовать по части 1 статьи 19 Конституции. Но никак не государственные служащие, которым в тот момент был дошел. Дело в том, что все, что я сейчас говорю и будет говорить Андрей, мы все запросили документально. Каждый документ, каждый цикл статистики, каждое назначение, каждый приказ о назначении, полное продвижение всех документов. И мы с уверенностью можем сказать, что Ляшко, когда готовил подарняк, он не был правомочным субъектом. И, соответственно, субъектом не был. Статистика по состоянию на объявление карантина 10 марта 2020 года. Один человек, ну подождите, у нас же закон есть, который обращает внимание, какое количество должно быть на нашей территории заражен. Но одного человека недостаточно, могу с уверенностью вам рассказать. И, соответственно, это называется перечасно постанова Кабинета Министерства Украины. В тот момент, если обратиться к юридической чистоте принятия данного постановления Кабинета Министра Украины, оно является незаконным. Ну, соответственно, как постфактур, было принято большое уже количество постановлений Кабинета Министра Украины, как пролонгация действия первичного постановления. И сразу хочу обратить внимание, что по поводу одной из пролонгаций, а всеобщее недовольство граждан Украины растет с каждым днем все больше и больше, потому что большой экономический ущерб. Все понимают, что вирус есть, но не такой смертельный, как про него все рассказывают. Все мы понимаем, что надо ли вести себя как-то более внимательно, безопасно, аккуратно. Ну, понимаем. Но для этого нет необходимости закрывать страну, для этого нет необходимости вводить карантин. Есть процессуальный порядок, порядок, введение любого документа. И когда всеобщее недовольство росло, росло, Верховный суд Украины обратился с подоням в Конституционный суд Украины относительно неконституционности постановления Кабинета Министров Украины по карантину, но не по основной первичной постанове, которая действительно не является конституционной, а уже по одной из пролонгированных. Что делает Кабинет Министров Украины? Конституционный суд назначил дату слушаний по данному вопросу относительно признания неконституционности постановления Кабинета Министров Украины. Но у Конституционного суда тоже есть регламент. Он рассматривает нормативно-правовые акты онлайн. То есть те, которые действуют, они рассматриваются. И, о чудо, накануне за один день Кабинет Министров Украины скасовывает постанову, которая будет... Где-то окрайне положение. Окрайне положение, согласна. Окрайне положение для того, чтобы Конституционный суд не смог в полном объеме рассмотреть поддания Верховного суда относительно неконституционности пролонгированные постановления Кабинета Министров Украины относительно карантинных ограничений. Потому что они действительно нарушают закон. Грубо нарушают, истотно нарушают. То есть у них такая попытка почистить, скажем так, все... Безусловно. Но я, во-первых, не понимаю, почему Верховный суд обратился не по первичной постанове 211, от 11 марта 2021 года, а по одной из пролонгирования. В Конституционный суд Украины сидят достаточно уважаемые люди, некоторые достаточно умные люди. Они описали, что действительно они не могут признать неконституционную постанову Кабинета Министров, поскольку она способна. Однако, но, в описательной части решения Конституционного суда отображены ряд абзацев, в которых говорится, что действительно такие-то, такие-то перечень действий Конституции Украины, которые никто не может ограничивать, в том числе Кабинет Министров Украины. Ну и, соответственно, если взять карточку, наложить на действующее первичное постановление Кабинета Министров Украины номер 211, от 11 марта 2020 года, мы видим, что берем описательную часть решения Конституционного суда, накладываем на первичную постанову, ну и как бы там она почти вся не соответствует. А если подложить назначение а-ля главного санитарного гикора Украины, который не был в тот момент главным санитарным гикором Украины, что он не супер, ну, безусловно, у нас есть все документы, мы запросили в детарах полностью все документы. И, соответственно, мы... То есть вы выявили ряд нарушений, начиная от того, что не в то время, не тем человеком и не то подписано. И не только не то подписано. По статистике в Украине болел только один человек. Это мало для ведения карантинных ограничений. Был ли наш Кабинет Министров Украины банкой? Или органам, которые, там, предсказывают... Скорее всего, что по блендерам. Ну, скорее всего, да. Но дело в том, что, опять же, они не имеют права выносить, принимать решения, принимать какие-либо документы не так, как разрешено законом и Конституцией Украины. Им запретила Конституция, точно. То есть это не обсуждается, хотят они или не хотят. Судья не может вынести решение, если она уже не судья. Ну вот, если вот для граждан Украины, чтобы было понятно. Она, может быть, хочет, но не может. Так. Расскажите, вот вы заметили эти нарушения. Каковы были дальше ваши действия и к чему вы сейчас пришли? Ну, речь в том, что, Жанна, кроме того, что пометили это нарушение, мы же начали далее дослеживать документы. И действительно выяснили, что все эти розповеди президента Украины про маски, Кабмин, это влияет на громадян с телевизора, что нужно было с их маской. Наоборот, это влияет на то, что коронавирус мог распространять. То есть они делали действия, что прямо соперечиться с собой. Речь в том, что постановка 211, это уже, ну, далее пришлось дослеживать, было выдано Кабминету Министрове Украины за рахунем решения Державною комиссии с технологией и экологической безопасности от 10 берега. На этом заседании был создан такой собственный коммуникационный план. И неухильное выполнение этого плану было указано на все органы выполнено, на все органы выполнено, на все органы, на все органы. И вот тут есть такой очень интересный пункт, это официальный документ, сейчас я его не открою, это проект коммуникационного плану, который был схвали. И теперь смотрите, что тут написано в остальном пункте. Використовывать маски необходимо только в случае, если у вас есть знаки гостро-вирусного заболевания. Маски могут создать фальшивые чувства безпеки. То есть, что была одна людина, стану на 10 часов, да, заболевания. В коммуникационном плане, в официальном документе, с урахованием которого выдано постанову 211, это все прописано. Ляшко, ось есть такое видео, еще десь на початку березня, когда первые граждане Украины начали пробовать из-за кордону, их в обсервации поместили, и там на видео, оно есть в фейсбук, стоит президент Украины, стоит министр внутренних справ. Ляшко при них каже, что люди не покупайте маски, это фальшивые чувства безпеки, фальшивые. Они вас не защищают. Это Ляшко сам говорит? Это Ляшко, так, ось я, например, ну заразу, я заразу поднесу до Віру. Масовое скупчение людей, оскільки вси мы знаем, что вирус передается повітряно-крапельным шляхом, и треба, как минимум, за 1,5-2 метра находиться от человека, для того, чтобы не инфекуироваться. Что до носения масок, мы бачим сегодня посмешки на этих обличках, эти люди 14 дней прожили в масках, а до всего другого населения, я звертаюсь в Украину, не нужно скупировать маски. Маски – это не защит, это обманливое ощущение безопасности. Маска одягается на только человек, у которого есть симптомы гостро-респираторной вирусной хвороби, и именно только в тех случаях она ее нужно носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть. Я признаюсь, пропустил это интервью, это же… Это береза месяц, береза. Рядом стоит президент Украины. Володимир Олександрович Зеленский. Повуч проходил Арсель Борисович Аваков. Все курсы – это не то, что там случайно кто-то сказал, а кто-то не понял. Більше цього, в виконаниях оцього комунікаційного плану, саме ось цієї частини, що в масках повинні бути тільки хворі, є официйні відповіді було в Кабінету Міністрів направленого до МВС, до інших органів виконавчої влади, до органів місцевого самоврядування. Тобто, вони повинні були забезпечити, щоб у масках були тільки люди, у которых ознаки захворювання на то, для цього вели температура в Міськліні. Перші ознаки – навіть я не медик, але у меня не медик у родині. Перші ознаки – підвищена температура, сухий кашек. Тому що COVID-19, навіть у суподані Грашка, від 10 березня вказано – це гостра респіраторна хвороба. ОРВІ – гриппоподивне захворювання. Обычно ОРВІ – підвищена температура, немає людина здорового. Тобто, об'ясніте мене, як виходить так, що є комуніка, де обозначено, що не тільки больним полагаються ці маски, чому це зараз відбувається дурдом, а в нас нигде без маски не ввездається. На якому етапі вони почали требувати це, хоча самі люди, як слышали, що не потрібно. Вони почали це вимагати з самого початку. Паралельно, доді говорять, що не треба, і стрімка атака через засоби масової інформації, і через них, що все, у нас коронавірус і стрімка атака. У нас, на жаль, люди так би вонося, що вони документи мало аналізують. А вони ще не став на інстинкт. Став на інстинкт. От люди дивляться телевізор, їм звідти кажуть, що вони в цьому біля. І зараз людині дуже важко довести люди, ось є офіційні документи. Ті ж люди, які у вас обов'язали носити маски, от вони тут же кажуть, що... Ріше того, а є ще одне таке відео, ну люди його можуть знайти, якщо не помиляю, чи 24 канал, чи якийсь канал, десь було воно в квітні-вісяці цього року відзнято, але викинули його літом, у мережу ПЗУ. Там Беляшко сам на відео каже, що якби нашою метою обстановлення цього карантину, ну, щодо вегативності карантину... Заликати людей, щоб люди сиділи вдома. Тобто вони взагалі не пікнувалися про здоров'я людей. Начхать було на людей. Да, але треба звернути увагу, що це достатньо великі деки. Ми розуміємо, правильно Андрей говорить, люди не читають, вони тільки слухають. І не всі перевіряють, як перевіряємо. Ми услышали, побачили, прийняли. Остановка в них. Давайте же розберемося, на основі чого її прийняли, і які були основання для її прийняти. Законно ли були дані основання? А знаходились ли люди на должностях? Ну і, відповідно, коли ми поняли, що у нас є вже ця інформація, ми поняли, що чітко прописано, що маски, тільки після виявлення знаків хвороби, це написано в документах. Скажіть, тоді, 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 тоді буде краєнним. Тоді, проходит полгоди, економіку вони вшатали цим карантином, люди потеряли роботу, тут хаос і безпредел, все-таки, все-таки, каким-то образом поймали на этих ответственних, і йдет суд. І спрашують, як же ви людей об'язали, запретили, положили економіку, а він скажуть, так вот, смотрите, вот мое видео, которое ви показували. Я же говорив, я же перший говорив, що не треба маски. А вот комунікея, тут все написано. Хто тоді буде відповідати за всі ці ответственні? Хто-то ж може бути відповідним? А тепер буде питання до тих же, хто ви дарував постанову. Чому не було вказано ось цей останній путь комунікаційного плану в постанову? Чому його не було доведено до відома працівників поліції? Є відповіді офіційні, що вони були направлені на виконання національної поліції до МВД, до цих міністерств. То есть у вас уже есть переписка? Все, все, конечно. Весь після того, як ми зобрали всю цю переписку, все, у нас уже виключено матеріал документу, ми подали позов на скасування 9 постанов. 19 числа, ось буде у нас справи. Ну, перші, то не то, що ж дослідно. Тобто, чому не було оце сказано офіційно? Чому не було оце все розповсюдино через ICT, через 1 плюс 1? Чому? От само, що у нас все пропало, бо коронавірус, стрімка атака була. Чому оце люди робили? А тепер уявіть собі, яка величезна кількість людей. Думала, що вони захищені масками. Вони ходили в масках. А насправді вони просто заразились, тому що у них було фальшиве відчуття безпеки. Тобто, це вже, я вам прямо скажу, з огляду на кримінальний кодекс, це 442 стаття, геноцид. Нараження на небезпеку. От уявіть, стоїть 10 людей, вони подивились телевізор, їм тут президент розказує, що масочку треба носить. Це ж класно, так. І дыша добря кислотой, розважається масочка. Самому організму. Це вредить каждому чоловіку ношення маски. Маска нічого не захищає. В рекомендаціях ВОЗ, вони ссылаються постоянно, що ВОЗ, северна організація, а там написано так. Це обычне злочини наказами. У нас вже є в країні прекрасний пример. Виктор Федорівщенопович. Бувший, вернее, неправді сказати, не бувший. Він президент України, вона определенная гада. Осудили його, ну, да. Ми все видели. Були ли прикази його законні? Нет, не був. Соответственно, і данная ситуація, ну, тут вже не просто прикази. Тут прикази, оформлені в виде постанов кабінету министра. Це руководители Министерств і бедомств ісполняють. А якщо кількість штрафів, якщо кількість людей, привлечених к адміністративній ответственності? Це ж сумасшедші гривень. По 17 тисяч гривень. По 34 тисячі гривень. Ага, ну, маха. Іх сотні. Іх сотні. Але діло в тому, що якщо люди починають обжалувати непосередньо ці карантинні ограничення в суді, і якщо суддя з мозгами не розбирається, тому що суддя, ну, к сожалению, опять же, буває з мозгами, а буває без москоп. Ми відкриваєм єдиний реестр судебних рішень, і ми бачимо. Те судді, які розбираються по суті, читають документи, коли люди докапливаються с помощью адвокатів, або самостоятельно, і судді при цьому розбираються, такі протоколи відменяються, і діла закрываються адміністративні за відсуття состава адміністративного правонарушення. І таких рішень на самом деле дуже багато кількостя. Але у нас же є і жертвы кривосуддя. Це судьи, які не розбираються, або їм не треба, т.е. вони обіймають фасаду від судді, просто формально знаходясь в мантий. Они не розбираються і виносять, відповідно, неправосудні рішення, статтю, в якому з Кримінального кодекса недавно успешно признали неконституционний брод. У нас, як і все, в стороне достаточно прозаично. Якщо ми розуміємо, що люди повинні нести кримінальну відповідальність, це суб'єкти владних повноважень, то що ми робимо? Ми признаємо неконституционний брод. Це проще, удобно. Але, опять-таки, а скільки пострадали люди? А давайте о людях подумаємо. У нас в принципі, що такое государство? Реально найти по-настоящому тех, хто виновен, що повлече к відповідно? Чого полагається? Для этого необходима політическая воля. Не просто політическая воля. Для этого необходима прокуратура, которая не ручная, не заглядывает в рот, министр внутренних дел, которая не закрывает коррупціонные дела, топовые дела, чиновники, которым нужно сидеть в тюрьме. Видимость генеральной прокуратуры. У нас сейчас генерального прокурора, де-факто он есть, ну, вернее, де-юре он есть, а де-факто его нет. У нас есть министр внутренних дел. Мы все видим, это граждане все видят. Это, как бы страшно ни звучало, это бандиты. Это не правоохранительный орган. Он перестал им быть. Поэтому люди не доверяют органам полиции. Люди не доверяют, граждане не доверяют правоохранительным органам, судебным органам. Скажите, какой алгоритм действий? Вы обратились в суд. Ну, да. Девят, что этого месяца у вас, да, будет судебная заседания? Да, 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 подготовительная. Так, вы пытаетесь сначала доказать, что это было незаконно, да, все это принято. И дальше, когда докажете, уже будете искать тех, кто должен за это ответить. Я так понимаю. Я хочу полностью дивиться. Я вам скажу так, я вам сразу скажу, коло осіб, и мы доведем, это даже, нужно будет идти до ЕСПР, коло осіб, которые несут ответственность за все это, это Кабинет Министерства Украины. Коло геальний орган, чётко в регламенте прописано. Они несут солидарно ответственность. Поэтому следую, что и постаново, после этого, скасуем судей первой инстанции, или дальше идем. Мы на разе не знаем, как идет справа, потому что у нас есть суды, которые будут в рамках законного занятия, но судья может так же не пить, это уже безусловно. Только телефон не туда. Это будет видно. Но я знаю, что если мы даже до ЕСПР дойдем, мы дойдем до него, мы выигрываем эту справу, потому что доказы у нас беззапережны. Следующим будет подруг, на вышкодование школы. Потому что посадить их в тюрьму, это достаточно тяжело. Но если вы посмотрите на решение ЕСПР, большинство своих, они задовольняют такие позорные заявки самым гражданом Украины. И будем их наказывать, именно на деньги, именно на карманы. А теперь выясните, сколько они натягались, сидящие к этому бюджету. Это скорее по карману нашего Держбюджета. Нет, 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 нет. Персонально, есть, некоторые международные договоры, пока что мы не разговаривали, мы готовы, мы это все, чтобы это было. Это будет рижка. И именно из их кишени. Вот это все, что они нарастягали, нарастягали, именно из их кишени. Не из бюджета Украины, потому что из бюджета они уже только сделали. Сделали великую работу. Но здесь есть еще такой момент, смотрите, это же не только в Украине происходит. Они в маске надели весь мир. Практически нет, ну там, редкие какие-то исключения, где кто-то там срывает с себя эту маску. Но сейчас весь мир став на дебы. Ну да. Весь мир став на дебы. Приклад, остальный пример. Швейцария отмолила проводить вакцинацию через этот коронавирус. Сказали, шановные, ВОЗ, ось вам берег с нашей страны, до побачения. Далее это самое. Немечина бунтует, Штаты бунтуют, в Штатах даже полицейские вышли, поддерживали народ. Бунтуют люди. Бунтуют. Сама система, возможно, она в руках тех же людей, так Верховные суды выносят на користь людей. Чехия, Португаля, это самое. Выносят на користь людей. По всему святу Верховные суды показывают, что карантин, это все брехня. У Польши 99,99% так же, как у нас складали протоколи за карантин, суды их не задоволили. Один там, по-моему, все. Полиция так само складает, так само люди борются. Ну, есть там друзья, Польша, спалкуемся. И суды закрываются, закрываются справа, потому что они понимают, это незаконно. В Бельгии, в каком-то из городов, вообще карантин отменяли. В городе, в определенном территории, локально, сказали, карантин не закон. Коль это пошел в сторону. Белоруссия. Как бы там ни было упустим політичный момент. И пускай. Он говорит, что я бы не вил карантин. Он попросил представителей в МОЗ. Ласка, приезжайте, подивите. Ну, то есть, что медицина не так, как у нас сухой, мы врушены. Они приехали, подивились, так, какие тут ходят. Ну, там, один-два людей, где там захворювался. Хочете ходить масочка? Ходите, если вы считаете, что вы его захищаете. Больше того, Лукашенко внис COVID-19 в список психических захворюваний. Потому что, насколько люди надивляться интернету, что это все страшное, и даже медики из Белоруссии, делаются привезти. Это эффект плаца была. он говорит, что швидка выезжает, а люди, у которых действительно нужна помощь, они туда не выезжают, потому что сидит какой-то, извините, паранолий, он наделился, что COVID-19 все, у него чуть-чуть скакала температура, там уже солнце приедет, и он уже сразу кричит, я помираю, в моей COVID. Поэтому, в первую очередь, это психиатрическое обследование, психиатрическое, это в Белоруссии. А уже Путин будет дивиться, потому что... Коллеги, скажите, вот как вы думаете, к чему это вообще все? То есть это же не просто какая-то банальная ошибка, кто-то ошибся, или кто-то банально захотел там где-то что-то украсть. Это уже в масштабах мира происходит. В масштабах мира народ сопротивляется, и коллективная, скажем так, власть пытается нагнуть. Почему это происходит? Первое, я вам скажу, попробование незареєстрованих препаратов. Это цепочка. После чего будет после препаратов, они хотят испытать препараты. Да. Речь в том, что когда поднялся самый пик информационной атаки на граждан Украины, 30 березня 2020 года в Верховной Раде было принято закон, при том, швидко принято, буквально за один день, який было внесено изменение до основ охороны здоровья Украины. Давайте я вам сейчас почитаю. Что до препаратов. В интересах лікувания особи хворих на коронавирусу COVID-19 подтверждено за результатами лабораторного тестування згідно з протоколом надання медичної допомоги, затвердженим Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики. За умови отримання информованої згоди на медичне включання, відповідно до цього закону, можу також застосовувати незареєстровані лікарські засоби, які рекомендовані органом США, Великобританії, Швейцарії, Японія, Австралія, Канада, Китайська народная республика, держава Ізраїль. Те саме застосовують зареєстровані лікарські засоби за показаннями незазначеного в инструкції для медичного застосування. Тобто, незареєстровані препарати або препарати взагалі для інших ворок, от начебто вони порекомендовані. Ну, це далі будемо вже розробити. І начебто ж за згоди високу. Але не забуваємо, що у нас іще паралельно ввели надзвичайну ситуацію з 25 березня. І відповідно до Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини є така стаття 8. Якщо через надзвичайну ситуацію відповідна згода не може бути отримана, будь-яке необхідне з медичної точки зору відключання може бути негально здійснюватися в інтересах відповідної особи. Даєте ви згоду чи не даєте ви згоду будуть застосовувати. Тому що лікарю так надумався. І оці незареєстровані препарати. Більше того, в цих же основах охорони здоров'я іще в 2007 році, ну, вклинімося пану Віктору Юшенко, є така цікава річ. Стаття 45 медико-біологічні експерименти на віде. Забороняється проведення науково-досвідного експерименту на хворих, ув'язаних або військовополонених. Тобто, на хворих людях, ну, якщо, наприклад, людина дійсно вже знаходиться в такому стані, вона чіпляється за життя і хочеться жити, вона може дасть на хворих забороняється. Ну, зрозуміло, на військовополонених, ув'язаних так, тому що не можна це картувати. А ось, тобто, дозволено на абсолютно здорових лікар проводить експеримент. Не зарегістрований препарат. Не зарегістрований препарат. Не зарегістрований. Більше того, більше того, є такий, ось, нещодавно вони, кабінет міністрів, вони уповноважили, що до проведення клінічних досліджень. Я це не відкриюю. А, 43-14, такий проєкт закону, він був прийнятий. Ну, річ у тому, що давайте я вам зразу поясню, що стосується, щоб там або якісь клінічні дослідження проводить, або якщо у Верховній Раді і уряду треба просунути якісь закони, вони їх розбивають на дрібній суть, одна і та саме. Але різне формулювання на дрібній статі і розкидає по різних пакетах. Ну, на жаль, в нас так депутати голосують, що вони, вибачте, сматруть книгу, біжути. Вони не бачать, вони пакетом голосуванням прийняли. І тут є така річ, ось цим законом внесено до закону Україні про лікарські засоби, дополена така дакція. Рішення про затвердження програми клінічних випробувань та їх проведення приймається центральним органом виконавчої влади, затвердження протоколів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби. Це тоді було таке? 43-14, ось нещодавно прийнято. Тобто, клінічні випробування, це випробування препаратів. Тепер поєднуємо з статтєю 44 основу законодавства про охорону здоров'я. Не зареєстровані препарати, які рекомендовані офіційним органом. А тепер просто звертаємо увагу. Ми не знаємо, яка фармацевтична компанія, яку переслідуємо тут. Вони можуть... Це є комерційна мета. Вони можуть задести гроші, якась корупційна стадова. Вони зацікавлені цю. Це свісті продаємі. А може, кому-то подобається наша земля. А, оце до цього йде. Діло в тому, що до цього дійсно йде, тому що всі ми прекрасно розуміємо. Опять же, люди не читають, а не слушають і продовжують ходити в маску. Якщо люди не ходять в маску, вони привлекаються з допомогою поліції до адміністративної відповідності. І, опять-таки, це прямосовий запит ходити в маску. А че? Звучить кримінальну, а не на новостей життваментарний. Звучить? При этом, якщо людина умеє обороняться, у нього є такий адвокат, то він це отобьє, судяко, як вона відповіднати в праві. Але є небагатое но. Є небагатое но. Коли ми дивимося, як працюють підтримки поліції, т.е. є інші люди, які кажуть, що це саме підтримки поліції, і кажуть, «Ви без маски ми будемо створювати протоколи». Окей, ребята, незаконно. І починається определенний диалог, первичний диалог. Чим він заканчується? Гражданин України извивають, одевають кайданки і направляють в участок, і добавляють в статью ОПЕР. Против таку права хранять невиколання законної вимоги. Невиколання законної вимоги. Це дуже насправді важливо. І, соответственно, незаконні способы, незаконні методи, незаконні в принципі требования людей ломають для того, щоб психологичні, в тому числі, психологичні, матеріально. Це, випадки, це психологичне давлення. І, соответственно, люди бояться не одевати маски. Але на самом деле ми розуміємо, це незаконно. І тепер, віде, 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 законопроект раз, законопроект, этот приняли, этот приняли, розпорядження є, і у нас, що виходить? Сукупності, до чому ми приходимо? Незарегістровані препарати, награждені України ви обов'язково навкають. І ще й хочуть, річ у тому, що і... Це обичний геноцид націй, обичніший геноцид націй. Ну, і ще й вони внесли отакий закон України про систему громадського здоров'я, ну, зараз його, наче, поздяли з розгляду. Ну, це в мене декілька листочків, так, так тільки декілька листочків, щоби клінічник випробив. І тут уже в цьому законі вони хочуть скасувати закон про захист населення від ефікційних хвороб, закон про санітарне і педагогічне благополучення населення. І в цьому штовому законопроекті ввести кримінальну вже відповідальність за ось ці виконання цих термативних пророкахів. Так, як може людина виконає, Конституція України прямо каже, за видання і виконання злочинного наказу на стояну юридичну відповідальність. Тобто, людина надіне на себе маску, таким чином у мене, у людини, яка здорова, в мене велика дозра, що людина хвора. Що людина хвора. Так, хто із нас злочинець? Тобто, людей справлюють між собою. Андрій, а от якщо змоделувати таку ситуацію, от ви знайшли торговий центр, конкретно к вам підходять поліцейські, ви без маски, от під'являють к вам треба. Як був порядок ваших дійсників? Річ у тому, що порядок, ви їх дій дивіться. По-перше, ну, якби, лісти на рожон також не потрібно. Тому що у поліцейських також є таке задання, вони провокують людей. Тобто, вони навіть не віддавати відчут, у них задання. Так, у них задання, але йому, якесь там слово, спровокувати людину, щоб були підстави її затримувати. Це Ларисто Сергеєвна такс, якщо вона вже пояснила. Тому, не хами, не гроби. От, в групі «Пагнетнацій» ми опублікували, є поліцейські, шановні поліцейські, мої дії, наприклад, я не проти надіти маски, ну, я не можу це зробити, іначе я стану злочинцем. От, я не можу, я задоволений, я навіть три маски собі надію, і замість капцію маски надію, ну, я не можу. А чому не можу? А тому що, перше, карантин, ще є умови введення карантину. Карантин, дія якого направлена на обмеження прав і свобод, вводиться в умовах надзвичайного стану. Подання здійснюється в умовах у разі введення в Україну надзвичайного стану. Є стаття 29 закону про захист населенням і динфекційних хвороб. Стаття 2 цього закону. Пункт 2 статті 40. Закону про санітарне і педагогічне благополучнення населення. Там чітко вказано, у разі введення в Україну надзвичайного стану, головний державний санітарний вік здійснює подання до МОЗ з пропозицією для звернення карантину. І тільки у разі введення надзвичайного стану карантин відповідно до статті 17 закону України про надзвичайний стан вводиться як додатковий захід надзвичайного стану. Тільки так. Тому що, тим паче, дія карантину на обмеження прав. Моє право обмежується на вільне пересування без маски. Тобто можна протестити поліцейських, у нас була ситуація. Ко мене обращався, як к адвокату, журналист, який не захотел выполнять незаконные требования сотрудника полиції і, соответственно, знаходиться без маски. Ну, я вам могу так сказати. Достаточно поліцейські себя агресивно вели на месте. Все-таки пришли к знаменателю «Составляйте протокол». Материалы були направлены в Дарницький районный суд города Києва. Судья очень тщательно, очень тщательно прослушала данное административное дело. Вызывала многократно сотрудников полиции, но данные герои, они были герои только на Минске, в зал судебного заседания никто так и не пришел. Я могу сказать больше, когда я пришла с клиентом, и Андрей был, и, соответственно, большое количество людей пришло. Была охрана суда. Идентичная ситуация. Я вам могу сказать, у нас не то, что было требование, мы им объяснили, сотрудникам охраны суда, что их требование, чтобы каждый из нас одел маску, это незаконно. Была достаточно глубокая дискуссия, в которой приобщились в том числе судьи данного суда. Я вам могу сказать, что мы отстояли свое законное охрану. Мы вошли в зал заседания без масок, потому что мы понимаем, что мы действовали в рамках закона, а требования первичные. Охрана суда были незаконны. Так вот, возвращаясь к геройствам сотрудников полиции. Они герои на месте, когда человек один, или один или два человека, это, когда он максимально подвержен воздействию, влиянию, то есть, максимально обязанности. Без защиты, да. Без защиты, да. Беззарушный. Соответственно, и тогда они действительно достаточно активно, борзая могу так сказать, незаконно. Они, они выполняют незаконные приказы, хотя по большому счету они имеют право не выполнять приказы. Это конституционная гарантия. Конституционное требование Конституции Украины. Так вот, возвращаясь к залу судебного заседания, никто из полицейских не пришел, хотя мы разократно вызывались, для того, чтобы поддержать их же протокол и их законную позицию. Судья разобралась. Мы предоставили все материалы, которые сейчас были озвучены Андреем, но еще больше было материалов. Судебное слушание транслировалось. Оно было достаточно длинное, очень длинное, несколько дней. И, соответственно, судья разобралась и сказала, что нет состава административного правонарушения. Карантин, мы понимаем, не подтверждается. Если не секрет, сколько вот этому человеку обошлось привлечение, ну тут не обязательно вас, ну просто чтобы человек понимал, любой гражданин Украины, если он попадет в такую ситуацию, ему нужен будет адвокат, и сколько, в какую копейку это ему станет? Просто чтобы человек мог взвесить, может дешевле одеть это и пойти уже молча, или бороться все-таки? За сколько это дорого? В данный момент это были бесплатные действия меня, как адвоката, для того, чтобы людям донести и открыть глаза. Пациентарь? Да, сделать один, второй, пять, ну, ну, теоретически нету прецедентно, а на самом деле, конечно, это не один, не два, не месяц, это масса раз идет? Я даже, я обещаю, что я поработал, Владислав Сергеевна, мне пригадался такой выбор, пік карантин, квитин месяц, мисто Кривиль, кафе, в улице Ленина, ну, один раз склали працівники полиции протокол, ну, в пік карантину, в КГ працювало, люди були без маски, подали в суд, вот эти також правозакрестники, там, Эдуард, Руслан Петтудин, ну, ну, много, так, так, справу закрыли, другий раз полицейские справи, третий раз приходят працівники полиции в масках, стоять люди просто, достають документы, шамон, поездки упали в життя. Мы як працювали, так і будем працювати. Хочете ще раз скласти, ми не закриємося, складайте протокол, підрившити. Полицейские поняли, що, то есть, мы можем нашим зрителям порекомендувати, зайти на сайт Баннет-наци, найти вот это приколепленное решение, все опубликовано, все, относиться с собой, как минимум, можно где-то уже обмахнуться. Ну, дело в том, что, в продолжении вашего вопроса, я хочу сказать, обойдеться ли услуги адвоката в копеечку человеку, на это, на это, нужно в акции тоже рассчитывать. Мы понимаем, что штраф 17 тысяч гривен, сейчас его немножко увеличили, вот, понятное дело, услуги адвоката, они увеличили за этот, они, там, идти як повторно, таке, они сделали первое, як 150 гривен, да, потім уже 17, и потім уже там, так вот, дело в том, что, сути адвоката в данной ситуации, будут стоить, ну, опять же, все адвокаты по-разному работают, но это будет минимум, что судов там стоит, но это в принципе минимум, за такое минимум, что работает минимум. То есть это где-то, вот, тысяча долларов. Понимаете? и человек понимает, заплатить 17 тысяч гривен? Типа выгоднее, да. Типа выгоднее. Но человек не понимает, что он в кабалу определенную, вот, его загоняет, и соответственно... и мудровавых костер, скажем так. Да. И таких людей, к сожалению, сотни у нас в Украине. Люди пассивны, они не хотят доказывать свою правоту, потому что, ну, это им ударит по карману. Ну, с одной стороны, их можно понять, а с другой стороны, ну, с другой стороны, нельзя понять. Почему? Потому что судьба нашей страны находится в руках каждого из нас. Если каждый из нас будет сорить, везде будет мусор. Если каждый из нас сорить не будет, то, соответственно, будет чистота и мусор. То есть, что каждый из нас будет бороться за связь права? Безусловно. Безусловно. Вот. Ну и, соответственно, что следует дальше? Мы выиграли суд, мы прошли апелляционную станцию. И каких, на самом деле, решений? Ну, десятки, чтобы вы понимали. Ну, десятки, это только в наших производствах. По территории Украины их гораздо больше. по сути. То есть, те, которые разбираются, они отстаивают свои права. И такие незаконные постановки, протоколы, они отменяются. Что необходимо делать людям дальше? Нет необходимости останавливаться только на скасованном протоколе. Ведь, согласно протоколу, если протокол составляется, значит, ограничиваются права граждан. И, соответственно, сотрудники полиции ведут себя незаконно. То есть, не только отбиться можно еще перейти на налогание? Конечно. Безусловно. Вызнаня неправомерными противниками полиции, соответственно, он отвечает и на скул будет, и на скул. Откажется, что еще ехал навстречу, там мог заработать деньги. Правильно. И утраченная выгода. И утраченная выгода. И потерянные деньги в виде зарплаты. Ну, вообще не принцип. Моральный вред. То есть, протоколом человек подчинен требованиям, незаконным требованиям полицейства. И я считаю, что такие иски административные, это уже административные дела будут в рамках окружных судов, они должны быть так же само массово. Потому что, как только они будут заходить массово, будут пересматривать. Потому что, ну, это не закон. Люди просто заявляют. Людина заявила, а то не починают. А там ответственность идет полиции как органа или конкретного полицейского? И полиции, и потом конкретного полицейского. До этого необходимо доходить. Потому что вначале у нас отвечает орган, потому что по-полицейски работает в органе. Но после этого необходимо обращаться в прокурату для того, чтобы инициировать вопрос персональной ответственности. А у вас уже были такие прецеденты? Мы сейчас находимся на... Да, у нас есть прецедент. Мы сейчас подготовили материал конкретно по этому журналисту. И, соответственно, мы перешли в стадию нападения. Тут просто очень интересно, как будет себя вести орган. Если он еще открестится, скажет, то ты ехали, что инициатива. Нет, нет, нет. Уже протокол отменен. Соответственно, неправомерная диска уже есть. Да. Больше тут декларация про полицию. Международные договоры. Они, наверное, приоритет. Каждый работник полиции должен, перед вступом на службу, получать, скажем так, не консультации, а разъяснение, чтобы править свободы человека, выполнение обеспечения. Он должен, обязан знать, каждый из наказов, знать всю иерархию не выданных наказаний ему. Чтобы это не был злоченный наказ? Всех оси, полностью все, я не знаю. Мы начинаем от присяги и заканчивая инструктажами, посадой и все остальное. И все остальное. Смотрите, пусть мы доказали, что это как бы незаконное было решение штрафовать. Окей. Дальше переходим в нападение. И на этом этапе. Полиция, что она отвечает? Она говорит, что это он сам лично придумал? Или это мы тут все вместе придумали? Ну, я могу сказать, когда у нас полиция ответит, соответственно, мы опубликуем. Еще нет ответа. Нет. Еще их неважно. Это очень важно. Потому что если они сольют своих, я думаю, это разойдется моментально, и все поймут, для них будет сигнал, что лучше лучше сливать своих. Полиция сливает своих. Конечно. Но вы знаете, например, у меня, точка на руку, и мы не делимся по справах, когда полиция сливает своего работника полиции, спочатку они его тиснут, ставят на разрыв между людьми, потому что мы действительно много нормальных полиции. Мы не будем всех нести в одну грибину. Есть нормальные люди круглые. Но, как только будет видно по справе, что его просто сливают, нет, шановые, у нас просто отдать нам на расшматывание рядового работника полиции, это не интересует. Потому что вы на него тиснули, вы его наказали. И если бы он отказался выполнять наказ, вы его нагнали с работы, полиции правильно, то кто? Нет, нет, так не видно, нам сюда давай такие мельцы. Для понимания, среди зрителей будут и полицейские, которые, возможно, попали в такую ситуацию. И вот теперь знаете, что есть как минимум наш канал, куда вы можете обратиться, а как максимум гражданская организация, адвокаты, которые ждут сейчас этих историй, для того, чтобы мы могли видеть всю перспективу. Чтобы массово запустили это массово. Просто так працовника полиции не будет. Не треба. Вы их примушили, шановные, есть керевники, не треба робить запах. Не треба робить запах відбувально. Чому вы это не довели? Если вы в працовнику полиции ввести коммуникационный план простому патрулю, мы довели, довели, доведено. Я уверен, что большинство из них выполнило. Потому что у нас есть такие дни, вы помирали температуру, все, у вас температура не может быть в рейде, вы можете быть без масочной. Ей это не довели. Но с другой стороны, не знание не освободит от юридической ответственности. Это судья Конституции Украины. И соответственно, любой сотрудник полиции, который находится при исполнении, он должен понимать, законно он действует или незаконно. Если он понимает, что требования его руководства незаконны, он имеет право и обязан, не просто имеет право, он обязан выполнить законное требование и соответственно написать соответствующий рапорт своему руководству через незаконную газетку и, соответственно, проинформировать внутреннюю безопасность для того, чтобы разобрались в ситуации. Другое дело, они не хотят это делать, потому что либо боятся, либо не знают. Ну, потому что мы понимаем, что дальше будут следовать увольнения. Обычное увольнение. Но право, и не право, обязанность у сотрудника полиции выполнять законные требования закон есть. Имели они право ознакомиться с этими документами? Конечно, не более того, они обязаны их знать. Но дело в том, что их почему-то действительно не публикуют. И даже не с первого раза мы их получаем. 2,5 месяца выбрали подальше и коммуникационный план. И вот это решение государственной комиссии с надзвичайной ситуацией 2,5 месяца. Хотя эти все решения должны быть в свободном жизни. Больше 20 вопросов. Больше двух вопросов. Конечно, не будет. Конечно же, с первого раза они их не предоставляют. А обязаны протягом 48 годин будь-якую информацию, что доказывают, 48 годин. Да. 2 месяца не будет. Но мы тоже довели. При том, в самом коммуникационном плане сказано, что заборонено разголошивать информацию про випадки заболевания на COVID, пока не будет официального брифинга мозга. А что? А где будет официальный брифинг, что 10 часа у нас один захворющий? Его не было, этого брифинга. Где? Почему по данному випадку 2 месяца давали? Что это за засекречивание информации? Хотя это обычная статистика, это обычная информация. Мы также сделали запрос про количество состояния за определенный период больных на COVID. Это официальная статистика. Соответственно, Лешко или другой уполномоченный человек, что Лешко не уполномоченное лицо. Так же самое обязаны были не слова свои отколоть под поданья и описать не достоверную информацию, да, обычная не достоверная информация, а сделать запрос соответствующий и получить письменную ответ, что один человек откалываем под поданья, когда он будет он, либо любой другой полномочный, промомоченный субъект. и соответственно, после того, как министр обратится к Кабмине, должны смотреть министр Кабмина, а действительно посмотрели, ага, один человек, как бы они приняли бы такое посмотрение Кабмина как бы люди просто светили. понятное дело, что это было бы независимо. Это невыгодно. Поэтому, знали ли я кто-то просто подмахнул. Боже, Шмиргарю привезли, пану Шмиргарю и пошел. Не было заседания. Так же, как 10 березня не было заседания Державной комиссии. Потому что все воно ведется протоколами. Это коллегиальные органы. Они голосуют. И по ответам мы делали запись, ничего нам не могут надать. И в Морозе уже хлопцы витягали, что не было заседания. То есть как можно принимать коллегиальную а заседания. Если заседания не было, никого не было на заседании. Это так. Кроме того, для того, чтобы нагнетать эту ситуацию с ковидом, количество заболевших. Я являюсь практикующим апокатом. Ну и соответственно у меня достаточно большое количество врачей, клиентов. Понятное дело, я задаю вопросы действительно. Я обычный гражданин, который беспокоится за свое состояние здоровья. если за друзей действительно ли все так печально у нас с ковидом. Мне говорят, Лариса Сергеевна, неверьте, у нас негласная отказинка писать диагноз ковид, нам за это дополнительные тренинги. Очень многие, никто не говорит о том, что люди не умирают, но у нас они как умирали до ковида, под таким же самым показателем они умирают сейчас. Сейчас говорят, вообще смертность упала, если даже с вами слушать. Ну, смертность упала, но опять же, прописывают в диагнозе ковид, а человек умирает от сердечного приступа. Пишут ковид, а человек умер совершенно от другого заболевания. И это на самом деле массово, массово, если журналистам пообщаться... Это же тоже подтасовка таких данных важна. Это как за руку хватать и привлекать. Вот как вы думаете? Ну, последний случай, последний случай, последний случай. Ну, я не буду зараз призвищу пригадывать, но девчонка не может там и это, и он не может там, и он не может там, Два дни, батько девчонки, я ее уже добре знаю, знаю ее батько, хороший человек, он уже почти горел от температуры, у него была пневмония, он заходился в госпитале, два дни, его векари мурижили, они все високировали в него кори, у него пневмония. Людина просто згорела от пневмонии, но ему дайте корид. Вот они именно високируют корид. Почему? Потому что все эти законы, которые принимались по препаратам, по-другому, они вносили субъектами подания есть члены комитета по медициному страхованию. По медициному страхованию. И вот их самое цикавое это отмить грошей. У СБУ сейчас близко 99 криминальных справ отмить грошей это уже официально начинают публиковать. За кисневые баллоны полностью за все иншее. За забезопасение. Кроме того, как раз я пригадал за кисневые баллоны, давайте мы кинем в здравоохранение. Примушуются тут маски. Нестача кисню. Почему в таком случае, когда человек от COVID попадает в лекарь и ставит кисневую маску? Где логика? Тут не можно, а тут можно. Где логика? Тобто, человеку уже нестача кисневой иди, мокроты вдыхает назад. Да, известно, что это европейский и пришло половину. Дай логик. Можете не мало. Да, это сейчас в рекомендациях Возовских тоже по поводу масок написано. И это удивительно, что у нас это наоборот пропагандируют. Я вот думаю, ну хорошо, как нам всем из этой ситуации выйти? Возможно, стоит какой-то, я не знаю, буклет сделать с этими решениями и постановлениями, которые можно было бы вручить буквально каждому полицейскому на том визовом уровне, чтобы он просчитал и понял, что приказы поступают в общем-то незаконные. Потому что можно это сделать с каких-то больших площадок. Вот, например, открыл свои двери один плюс один, Интер вас позвал. Вы съели все это, показали, это же совсем будет другой эффект. Это у вас, ну, каждую минуту будут смотреть десятки миллионов людей и возможно поменяется что-то в головах. Жанн. Вас туда, кстати... Цего не будет. Потому что вы уявите, півроку они вели атаку вели на психику людей, что только маска и комиксерсов и тут с их же каналов пролунает, что маска ж это... Это не для кишечника. Если у них однозначно есть какой-то замысел, это не просто ошибка, это однозначно... Ну, это замысел води, земля. Земля. И все-таки геноцидят. Думайте, тут уже трошечки, давайте, по-перше, по-другому, ситуацию. Я вам скажу, начнем с того, что у нас есть, например, сейчас появляются боевые действия на Сходе, так? Война. Есть открытый враг Россия, агрессия. Но есть даже гирьшие враги, которые не выкинули. Такие, как эти страны, которые перерахованы в Великобритании, и другие. Они стоят из другого стороны. Они, как будто, нам помогают, но они также заинтересованы нашим обеспечением. Почему? За прогнозами ООН, и это уже действительно официальные прогнозы, в ближайшие 75 лет свечет гуманитарная катастрофа. Нестача продовольство и достаточно резко. И это уже много добро чувствуется. Уже засухи, не выражают, как было цели. Единственная земля, родящая, самая родящая, это в Украине есть и в несколько местах в США. Америки. Все. Наши любимые друзья решили ставить нас за землю. Вот теперь представьте, почему были все эти пожары? Почему было випаливать Чорнобильскую зону? Почему? Правильно? Почему было випаливать эти луги в Житомирской области, что там даже села сгорали? Почему? Земля. Готовится ринок земли. Вот теперь думайте, как только принимался закон про землю, многих людей стали на ДБ. Сразу пригадите про Петроли Цвича Порошенко? Все Путин нападет. Да. Только им нужно что-то принять, то, что будет в самых интересах, сразу Путин нападет. Ну, сейчас уже Путин нападет не проходит. И они сразу все, коронавирус. поднимают атаку, люди сразу коронавирус, информационная атака, и люди как раз не сторонятся. Тут они приняли землю. То вот зараз, после Нового года, мое открытое ринок земли. Ринок земли. Знову нагнетает, что человек это лорд-даун. А еще, как я слышу, Архамія каже, интеллектуальный лорд-даун. Ну, как бы я вам честно говорил, пана Архамія, я, ну, у меня не маски, не буду висловлюватися. Ну, не так депутат. А теперь, кроме этого, дивиться. Основными платниками податки, весь этот год, кто? средний и малый бизнес. Вони обмежены. Все, податки не надходят. В бюджете дирак. Что делает пан президент, пан предельный министр? Вони подписывают звернение на МВФ. Это публиковалось. Что мы на ваше прохание підвищили комунальні послуги, тарифи и так далее. Дайте нам гроши. Дают гроши. Дают гроши. Дают там кредит. И то виртуальный министр. В бюджеті дирак. Розраховуватись нема че. По цивильному законодавству держава відповідає за своими борговими зобовязаними чим? Майном. У нас тут приемство земля. Земля. Баранчик уже оброс жильком его по дверям. Да. Крім того, я не знаю, это настолько надо быть нелюбим, взагалі ненавидити свой народ, как это сделал президент Зеленский. Когда люди сидят на жорстом каратине весны, и есть такой либочкой, как я хожу в либочках, ну, мы даем бюзнесу кредиты под тревиццу, чтобы мы могли там сплатить податки, выплатить зарплату. При этом никаких каникул налоговых абсолютно полностью вводят, проверки новые. Они просто давят, давят, еще давят. Ну, то есть, ну, с этой ситуацией в принципе нельзя нериться. С ней нериться нельзя. Потому что... Хорошо. Давайте тогда скажите, что делать? Дай Бог, что у нас услышит максимальное количество людей, как-то сообща, может, что-то и поменяє. По-перше, я хотел бы нагадать нашему уряду Владимиру Олександровичу Верховной Раде есть загальная депроверсия с право народу на территории. И когда... Знаете, он тиран такой был, Иосиф Виссарионович Старьев, ну, из-за того, он был тиран, из-за того, что он управление из Гитлова. Единственное, что он боялся, это его структурат исторический читал, он боялся, что народ, масса обстанет, когда народу не будет шубистить. Вот этого он единственное боялся. И он не раз лисовывался, я все боюсь, потому что ни НКВС никто не допоможет. И еще и армия перейдена от людей. А тут как будто бы это все толкает. А они что? Может они такие вид мазохизма, то есть они хотят, наконец-то, чтобы... Владимир Олександрович может запросто остановиться на месте Рояда. А может он, в принципе, и заготовлен на эту роль, да? Да. Жертвенный баранчик. Ну вот, да. Жертвенный баранчик, и все. Ну, речь о том, что весь ССССР, я вам скажу, что сейчас творится с карантином, вы помните, что в карантине эти ограничения могут быть в протяжении двух лет? Да. Это закладище Петро Алексеевич Порошенко в 2018 году. Есть окременные путь в экологическом законодательстве, геть и другие. Экологическом? Да. Это мы еще в зимку доследили, еще в летом месяце, и люди также запретом додали, про проведение дворечного эксперимента. И это еще в 2018 году геть и другие законы вносили. Ну, как у нас там через парфейцевые перекидные положения. Тобто, люди уже собираются не на деньги. Люди уже понимают, что просто людей задавят и завтра просто уже не будет. Это обычная кабала. Для того, чтобы не было каких вот массовых, больших... Ну, чтобы не целиком картину видели, а часть мозаики и не понимали, к чему. А, безусловно. Это было... А что они туда засунули? Что там за несколько лет? Вот. И, соответственно, в каждый закон они добавляли что-то. Где-то несанкционированное лекарство, где-то по поводу ковида, где-то у нас осложнения, где-то протоколы медицинские, что-то. А вот если вот кучу собрать, а потом даже не сомневайтесь, что они соберут кучу. Будет уголовная ответственность за привитки. Конечно. Ну, подождите, не санкционированными медицинскими препаратами. Ну, да. Ну, на самом деле, это очень страшно. Друзья, поделюсь тоже историей. Значит, это 2000, дай бог памяти, седьмой-восьмой год. Появилось в одно время по всей стране у нас эти лепцентры, которые, на самом-то деле, не лечили наркоманов, а того ли буклинарфином, есть такое вещество. Появились целые такие районы, где люди засыпали на ходу, начали обращать внимание. На тот момент, я работал на 1п1, мы взяли за эту тему и отследили вот и то, что оказывается, может любой человек зайти в этот репцентр, тогда это 200 гривен дают, и теперь прямо в Вену делают прекрасный укол. Это вот, по сути, заменитель опиума, героиня. Вот. И мы тогда, как бы, эту всю тему вскрыли. Поняли, что вот таких центров в каждом районе по два, там по одному, там сумасшедшие деньги. Мы посчитали, то есть они каждый день зарабатывают. Ну, мы это осветили эту ситуацию. Был большой резонанс, настолько большой, что там прямо с Банковой, на тот момент Янукович был у власти, вот они одним махом это все лишили лицензии всей этой репцентры. И нас потом вызвали на Банкову, подякували, сказали, что, ребята, вы хорошую работу сделали, потому что мы ничего не могли сделать с тем, что, оказывается, при Ющенко было заключено международное соглашение, нам его показывали, я сейчас прямо процитирую, значит, Украина обязалась увеличить количество инъекционных наркоманов в пять раз, по-моему, с 2004 по 2013 год. То есть мы, как страна, подписываемся, это все прикрывается благой идеей. То есть имеется в виду, что мы будем вести учет через этот бутринофин и так далее, а по факту мы подписали, что в пять раз мы увеличим количество инъекционных наркоманов. И таким образом, да, вышли из шаблона, показали, прогремели, у них появилась причина отказать этому международному соглашению, и они отказали. То есть теоретически, даже если нет выхода, он где-то есть. И вполне может быть, вот я поэтому к вам взываю, давайте придумаем, может быть, какую-то схему, что-то творческое, может где-то как-то достучаться до людей. Мы полностью вас поддерживаем относительно вот таких вот международных соглашений. На самом деле, в Украине их есть большое количество, и они являются скрытыми для граждан Украины. То есть они подписываются руководством нашей страны, официальным руководством нашей страны, а гражданин они не знают. И более могу сказать, есть ряд соглашений, до которых мы пытаемся добраться, они есть, но их нет. Ну как это? Это открытое соглашение Украины. Ну, это же немножечко неравноправная тема. Ну это не просто неравноправная тема, то есть это, это в принципе незаконное соглашение. Некоторые соглашения по всегда на территориальной целости нашей страны. И поэтому их нету нигде ни в доступе, мы про них уже знаем, безусловно, мы как запросы пытаемся их достать, у нас не получается. Хотя это обычная открытая информация. У нас получается, что международные договорённости они выше наших внутренних. Да, да, да. Например, в Штатах, в Штатах какого они? У них как бы их это первое, а все остальное это первое. Есть конвенции, есть международные договора. Если Верховная Рада Украина ратифицировала, и наше национальное законодательство противоречит, применяется международное законодательство. Сразу обращаю внимание, что если проанализировать национальное законодательство в различных сферах, административное, уголовное, гражданское национальное законодательство именно в кодексах, в процессуальных кодексах, в кодексах по материальной части, в законах, которые приняла Верховная Рада, очень большое количество актов не соответствуют ратифицированным международным договорам и международным конвенциям. И, соответственно, по юрисдикции применяется международная норма, потому что, как он и рано, я люблю, Украина ратифицировала. Все достаточно просто. Почему-то суды, нехтуя, не знаю, по-русски, пренебрегая, пренебрегая, опять же, требованиям суды, они применяют национальное законодательство, нарушая международные договоры. И это на самом деле, увы, есть орган ВРП, который, можно сказать, топ ВРП, Высшая Рада Правосудия, который как орган, который должен следить за подрыванием судей и применением законов и нарушений, но они не работают. Они до юра, опять же, существуют, а практически, мы все знаем, как бы тоже никто не скрывает, это обычный коррупционный орган, который занимается куплей-продажей дисциплинарных дел. Для того, чтобы стать членом ВРП, это стоит заплатить деньги. И это не до 100 тысяч долларов, чтобы просто мы понимали, давайте же откроем людям в глазах. И, соответственно, каждое дисциплинарное дело у судьи стоит от 3 до 5 тысяч долларов. Вот. Это не 3, не 5, а гораздо больше. Знают ли это правоохранительные инстанции? Ну, конечно же, знают. Знают ли это судьи? Знают. Могут ли они после этого кнеттуать и нарушать? Да, могут. Органа контролирующего нет. Знает ли это президент страны? Я не знаю. Но я думаю, что, может быть, кто-то достучится до него. Но я думаю, что, скорее всего, знает. Вот. Он обязан знать и быть в курсе всех событий. Делается лишь что-то для того, чтобы не полностью, не международное обязательство, не ставкивать под ноль. Ну, как мы видим сейчас в судье. Игнорируют ВРП. Игнорируют. Это как бы обычные механизмы регулировки, дотримания прав человека в Украине. Но они не работают. Они есть. Они прекрасные у нас есть. Но они не работают. Друзья, давайте немножечко будем резюмировать. Я думаю, что, Жанр, смотрите, вы запитывали, что вы пояснили, что вы пояснили, что вы пояснили, что вы пояснили. Перше. Давайте я сразу поясню. Есть такие законы про государственную статистику. Мы, как физические особи, есть с респондентами, с постережением, с дослежением. Согласно. Это иначе дослежение. Респондент, физическая особа, респондент, дослежение. Респондент – это тот, на кого проводится объект дослежения. Так. Это нам еще заклали с 92-го года. По-перше, в юридичном полюсу разработали, публикували, нещодавно выкладали. По-перше, заборонить, у нас есть группа в агентации, а специально публикували самостоятельно. Заборонить будь-який сбит информации, что до себя, с метою застосования цієї информации, персональной, для внесения списков для клинических випробов. Как это сделать? Письмово поведомки. Принаймні, письмово. Не даю согласия. Той же самый орган, той же самый Кабмін, Верховну Раду, МОЗ. Я забороняю, у нас это все опубликовано. Тем более, я же сказал, что забороняется проведение наукового дослежения эксперимента только на хворих, уязвенных на військовое полонарение. На здоровых людях. Ось, это статья 145, основа крово-здоровья. Хорошо, Андрей. Я пишу письмо на адрес Кабміна. На адресу Кабміна. Не станет ли он там просто бумажечкой, которая... Зафиксуйте принадлежь, что оно подано. Масово это все сделают. Потому что они сейчас туда, они боятся массовости, что когда это массово, то есть это массовое письмо. А потом, потом, когда почутим преимущество, статья 36 Криминального кодекса, в любом случае, не заборонен законом, я имею право защищать своё жизнь и здоровье. И если у них будет я даже больше трёх, я их маю право навіть вбивати. Когда они посягают незаконно на моё життя и здоровье. 36 Криминального кодекса. Три и больше людей, их навіть вбивать можно. Другой. Ну, хіна. Если они безпосередньо вам загрожают смерть, то... Ну, а если, например, я отправил, ну, человек, отправил на кабин вот такую штуку, зафиксировал в входной, что есть такое, да? Проходит время, тут уже полный год прямосовую вакцинацию... Они повинні вам надать відповідь, чтобы они прияли. Через суд выполнять, забороните, завязати кабин, забороните, сбирати мою персональну дань, збитую використання, ключи до ключи. Дело в том, что 1, 2, 5, 10, я думаю, что эффекта никакого не будет. Но если сделать это массово, пересмотрено, массово и обоснованно, по рейте, поймут. Поймут, потому что, ну, как исторически сложилось, что у нас для каждой 4 года меняется власть. То, что они заложили. Что может уже плачевно закинуть. Дело в том, что у нас исторически сложилось, что каждые 4 года в стране меняется власть. Так уже и есть. Это факт. Соответственно, когда приходит следующая власть, начинает разбираться с беспределом предыдущих. Так тоже исторически сложилось. Ну, анонсируют, а то, что разбираются и не есть, это не по-другому и коре. Ну, опять же, не всегда, но все-таки, как бы, вот. Поэтому их можно добить только массовостью. Они боятся массовых обращений, они боятся, когда информация выходит наружу. Когда ты начинаешь разъяснять людям, записывать видео, когда ты обращаешься в ряд общественных организаций, у которых сотни тысяч членов этих общественных организаций, когда ряд международных организаций видят, и получается, этот организм полностью работает, соответственно, утаить какое-то нарушение нельзя, потому что, все понимают прекрасно, люди выйдут, и выйдут, и это будет силовое противостояние, это будет Майдан. Опять же, и не такой, как был. Разбираться никто не будет. В данный момент, я думаю, что будут просто убивать. Правильно это или неправильно, это рассудит Рейх. Но, если сейчас ничего не делать, и бездействовать, мы будем иметь незаконные медицинские препараты, обязывающую вакцинацию, уголовную ответственность, медицинские препараты, коллеги детей, следующих детей, следующее поколение, и оно просто, оно просто будет уменьшаться. Инвалиды, коллеги, ну как можно применять незарегистрированные медицинские препараты, которые не прошли исследование? Как? Никак нельзя. А они на нас это проэкспериментировали. И причем обязательно внести уголовную ответственность. Ну так нельзя, это не законно, это противоречит не только Конституции Украины и нашему действующему догадательству. Это противоречит международным основам по защите прав человека. Это обычные геноцины нации. Так нельзя. И только массово это сможет побороть. Так, фиксируем. Я попрошу Андрея после эфира он шаблон скинуть того, как писать это обращение мы приклеим к программе. У нас в руки поглядят нации. Да, я скинул. Уже есть люди отправлены, но уже пришли расслуживаться. Другая, еще в весне есть відео также там есть расписочка. Значит, люди так же скинулами 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 расписку. Когда примушают вопрос, хотите меня вакциновать, или не вакциновать? Хорошо, поставим расписочку. Шановные лекарства, убираем силовую, берем чисто юридическую. Так, но есть расписочка, пишут, что вы несете полную ответственность, что вы гарантуете 100% что эта вакцина не зашколит твои детей. Там очень добро расслуживаться. Очень хорошо. И подпишите, пожалуйста. А никто в жизни не подпишет. В жизни ты бачишь зарегистрированные препараты, в жизни никто не подпишет. Подпишите, я хочу, я хочу 30 прививок. Только подпишите, у вас какие-то бумажные. И что вы отвечаете за это своим майном, своим життям полностью. И вы погоджуете, что в разе, если у меня что-то, что-то штрафится, вы погоджуете с этим 15 годами. Ну, это потеряли, там все, что-то что-то или питание, або на себе покажите, або на себе покажите, вкладите себе цю опциону применения, а потом все я вам получаю. Или так, на это не подоживание. Они знают, что это закончится. Тут, я говорю, это уже крайние меры, повстания, защит, и силовый опер. Это уже крайние. Доведут до этого. Но люди в этом направлении идут, к сожалению. Но, на жаль, я говорю, что так, и нас и подштовхивают, людей подштовхивают до Солового, в Субботу. Это злокровый есть. Больше того, что на вакцинации, взагалю, хочу исторически поделиться. Виседкова читали вакцинации, тут написано, что органы Великой Британии рекомендуем. Довелось выявшить ряд материалов, и вот кругом, где Велика Британія была колонизатором, от них их вакцина почему-то помирали люди. В Индии 400 тысяч, 47 тысяч в Индии, пока индусы не проснулись и не гнали их звезда. Кругом, где были колонизаторы, кругом использовали какие-то вакцины. То есть, у нас не один ворот, у нас не только ворох на сне. Это открытый агрессор, они ведут войну против. Но скорее там кто-то в Кремле. Потому что мы простые люди, нам ничего не надо. А так еще есть открытый враг, который тут нас знищует оружие, а в спину нам, начи-то, мы же за вас, но в тот же час нам пропихают всякие вакцины. Больше того, вы посмотрите, кто стоит за этими компаниями, скажем так, Стопфей, и другие. Интернет, одна, Ульяна Супун, человек, ульяна Супун, человек, человек, Ульяна Супун, стоить, это Стопфейк, и только выкидываешь интернет-мережу, в которой анекнации, действительно, правду, все аргументовано, посылание, статьи, пункты, все, не яхали, все равно, это Стопфейк. Стопфейк, они сразу, это не право, информация. на самом деле, если люди, не нужно никому верить, не нужно верить вам, вам, нам, никому не верить, мы его открываем, читаем и стверяем с каждым нормативно-правым актом. Верить не нужно, достаточно открыть и прочитать, и человек поймет, что написано правильно. Каждый документ, он тысячный раз подлежал в учетке. Безусловно, там описаны не только нормы украинского законодательства, достаточно понятно, там описано как для ясельной группы, для детей ясельной группы. То есть, любой человек может открыть и прочитать, и понять, что мы абсолютно правы. Приказы, ответы из министерств, из ведомств, статистики, наказы на значение, законопроекты, законы приняты, кто голосовал, как голосовал, какими карточками голосовали, утреннее голосование, вечернее голосование, то незарегистрированные карточки проголосовали, решение кондиционного суда за кнопкодавство. Полностью, полностью, полностью все выкладывается. Для того, чтобы люди видели, что это не какие-то наши фантазии, а что это непосредственно уже решение кондиционного суда Украины, что это просто идет связь Образка нормы и, соответственно, логический законный вывод, что то или иное распоряжение или постановление незаконно, та или иная норма неконституционная. Тот или иной закон принят с нарушением процедуры путем кравкодавства и, соответственно, является неконституционным. Я думаю, что выкладывается в нами достаточно большое количество информационных поводов и информационных тем, как захват власти, кнопкодавство, решение кондиционного суда, много-много-много. Это отдельные, стоящие, отдельные предприятия. Это однозначно стоящие будут эфиры, они будут интересны и, соответственно, так же самое детально с приказами, полностью до атомов разбираем любой вопрос. Так, друзья, резюмируем. Значит, рекомендуется писать обращение в Кадмин по поводу того, что мы не позволяем за себя решать, чем нас вакцинировать. Про всякий случай, про списочку для детей, чтобы лекарь не подписал. Вот, да, да. Обращение к врачам, в случае чего, готовы ли это гарантировать. Все это мы разместим у себя на сайте. Можно прям по шаблону двигаться. И, друзья, я думаю, это не последняя наша встреча. Я надеюсь на то, что встреч теперь будет больше, потому что тем интересных так же много. Андрей, Лариса, очень приятно было с вами пообщаться. На сегодня все. Вот, друзья, подписывайтесь на канал КРТ. Будете видеть первыми вот такие вот прорывные новости, которые банятся на других ресурсах. До встречи. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»